Субтитры сделал DimaTorzok Ну, она была свободна Как это она была свободна, если я вчера вечером на нее лег? Ну, не знаю, я захожу, ты тут крутишься, крутишься, потом бац, упал на пол А я лег на твою кровать, но не все же время мне на полу спать Так, хорошо, объяснение одного я выслушал, Сэмми, я жду твоих объяснений Мой лорд, ну я просто увидел, что колл спит на вашей кровати под вашим пледом, я решил вас погреть Ну, спасибо! И что теперь обо мне полстудии думать будут? Да ничего, мой лорд, я им все уже объяснил Да им еще и объяснил, да ты же мой хороший Ну, спасибо, утешил Пожалуйста, мой лорд, может обнимашки? О, господи, можно я промолчу? Да че тебе жалко, ну обними человека, я как раз камеру включил Кола, ну пошел вон с моей кровати Ну ладно, ладно, ухожу я, все равно вставать собирался А, чертов, ремонт, ненавижу ремонты Когда вы уже все съедете с моей комнаты? А ты комментарии читал? Там еще сотня человек тебе в гости заехать хотят Отлично, отлично, пусть они в твою комнату приезжают Все сто Да ладно, они меня боятся, даже один не захочет со мной жить Ах, что вы здесь кричите с утра, кто музыку врубил? Я не выспалась, у меня опять лицо будет все помятым Алиса, я знаю отличный рецепт, как проснуться с гладкой кожей Берешь вместо подушки тарелку, ложишь и лицом туда в тарелку Утром проснешься, у тебя будет идеальная гладкая рожа Ах, точно, это ты, наверное, так делаешь Да, ты свою физиономию видел, ты тоже, видно, так делаешь Нет, ну что ты, я до такого бы не додумался А, я вам вчера, кажется, говорила, что вы два идиота Кола, она нам это говорила? Да я вообще не знаю, кто это Мадам, извините, я с вами не знаком Очень смешно, вас обоих надо в канализацию к Пеннивайзу отправить Ну, кто со мной сегодня идет красить? Так, Алиса, никакой краски Я понял, почему я в прошлый раз смеялся У меня была безопасная краска Ну, ничего себе безопасная, я надышался твоей краской, меня каждый рисунок смешил Ну, знаешь ли, ремонт все равно надо делать, так что мне придется красить Вот, на маску одень Я тебе что, Сэмми в маске ходить? Ну, как хочешь Кол, пойдем, ну ты мне хоть поможешь красить Ой, Алиса, что-то у меня сердце прихватило Ой-ой-ой, не могу, Алиса, извини Ах, какие же вы лентяи Ладно, пойду кого-нибудь другого поищу Ой, это хорошая идея, Алиса, иди-иди Слушай, Сэмми, я кушать хочу, ты меня вчера супом не накормил Пари давай суп быстрее, эти вчера двое разлили мой суп И мне пришлось голодным спать ложиться Да, конечно, малорд, суп почти готов, сейчас укропчик покрошу Только ты микрофон мне опять с укропчиком не засыпь Нет, что вы, малорд, я самоаккуратность Ой, пацаны, где моя лестница? А вон она стоит, Борис, забирай эту лестницу, только аккуратно, опять меня не стукни И меня тоже не стукни Да ладно вам, я самоаккуратность О, смотри, две аккуратности Борис, лямку поправь, не смущай девчонок О, да, конечно А ну разойдись Упс, кажется, в Борисе только что умерла аккуратность Ну ёперный балет, а Сама аккуратность С Эмми там в суп ничего не упало Да вроде бы нет, мой лорд, всё на месте О, слава богу, а то я думал опять голодной останусь Борис, не таскай сюда больше эту лестницу, поставь её где-нибудь в коридоре Ну ладно, ладно А вы чё сидите, балбесы? Загадывайте картинки-загадки, уже которых в выпусках нету О, это ты хорошо мне напомнил, и батлов тоже не было Не ссы, Борис, сейчас всё будет Итак, добро пожаловать на батл Батл номер один Борьба за самое безумное лицо У кого лицо безумнее? У Чары или у Моуфи? Битва номер два Здесь всё просто Кружочки против треугольников Кто же круче, кружочки или треугольники? Битва номер три И самое сложное, представьте ситуацию Один друг пригласил вас копать клад Второй пригласил на рыбалку Куда же вы пойдёте, копать клад или на рыбалку? Да, Митли очень хотел на батл, поэтому он сегодня сражается везде Всё, я свои батлы отыграл, и я пойду на улицу погуляю Ну вот, все на улицу пошли погулять, я как всегда сиди Ладно, ребята, будем шевелить мозгами Картинка-загадка номер один Это моя Оскар, в виде кого она изображена И эта картинка-загадка, написанная Изи, относится к тому же самому персонажу Картинка-загадка, можно сказать, номер два Кого косплеит? Бэнди Картинка-загадка номер три Я до сих пор смотрю мультики, значит, это дама из мультиков Картинка-загадка номер три Как зовут этого аниматора? Картинка-загадка номер четыре Кто это? Я бы сказала, кто это, но я не буду Картинка-загадка номер пять Что это за мультфильм? Я, кажется, догадался Картинка-загадка номер шесть Кто это? Картинка-загадка номер семь Опять, кто это? Вот его все знают, видят, а как его зовут, мало кто знает. Всё, на этом картинки загадки наши закончились, и поэтому пока никого нету, я буду читать. Я люблю читать. Имя Кокин, 13 лет. Её сестру зовут Клон Вероника, друг детства у неё Санс. Она уже давно умерла, данная смерть произошла от цветов Лютика. Съев его, она, короче, откинула копытца и стала призраком, сидящим в теле Клона. Любит геноцид, но внутри она добрая и ненавидит синин. Имя Рэд Пол мужской, раз в два метра, имеет две личности, одну голубую, другую красную. Произошёл от неудачного опыта, имел брата, из-за опыта слился с ним в одно. Ой-ой-ой-ой, какие подробности. Майрон Пол, где Пол? Нет у него Пола, ему 17 лет. Любит, когда его гладят, любит есть печенье, хоррор-игры и свою сестру. А, всё-таки он мальчик, и не любит алкоголь. Характер милый, но вспыльчивый. Винт Гастер Тейл следит за персонажами, может просматривать их прошлое и настоящее их воспоминания. Живёт в пустоте, может путешествовать во вселенных. Она знает историю всех ангелов, которые появляются в видео. Моя маленькая Тюля, она такая милашка. Это что, она мышь там взяла? Это что такие уши у мыши здоровенные? Это Азоль, 14 лет. Она очень добрая, милая, любит Бенди, улиток и сладкая. А не любит она Кола. Смотрите, имя Кола выделила специально. Не любит зло, громкую музыку и большие компании. Азоль хотела подраться на баттле, но видимо Кол пропустил её баттл, поэтому Азоль, ты будешь жива. Имя Неля Хаяси, 12 лет, сестра Треда, любит Треда, котиков и Чернику. Не любит, когда Тред на неё ругается, боится собак и темноты. Характер приставучий и щедрый, всегда хочет помочь. Лера Валерия, пожалуйста, нарисуйте меня, люди умоляю. Нарисуйте кто-нибудь Леру Валерию, пожалуйста, а то она вся кривая, нарисуйте её ровно. Имя Бекки, 15 лет, младшая сестра Бенди, любит детей, но много кто называет её ребёнком, плохо разговаривает, всегда слушает советы старшего брата. Это Эйван Бендитян, который ходит по всем домам и достаёт всех людей и продаёт им духи. Евгений, мальчик, он очень весёлый, но очень-очень ленивый. Он создал огонька Рейна и Аву, но и отцом является только для Рейна. Это как интересно, остальных приёмных у кого-то взял. Далее у нас идёт огромная вселенная, в которой обитают Лола и Лиза, Венди, Криси, Вендолин. У них были огромные в лист описания, но читать это всё просто нереально. А вот это вот их начальник, которую зовут Тапка. И, видимо, эта Тапка ими всеми командует. Тут тоже плохо всё видно, поэтому я прочитаю так мелькому. Ему 26 лет, он мужского пола, он мутант, знак Зодиака Рак. И он любит кружева и пока никого не ищет. Это хорошо, мне бы трудно было найти ему пару. Мой лорд, извините, что я вас беспокою, но суп уже готов. О, отлично, давай наливай Сэмми. Подождите, мой лорд, я отнесу его в коридор, чтобы он остыл. А, ну ладно, отнеси. Итак, на чём я там остановился? Это девчонки из большого-большого семейства телепузиков. Там их тоже бесчисленное количество. Я всех их не знаю, даже вот одного не могу запомнить. Это Килисаки, косатка-оборотень, 27 лет. Для косаток это совершеннолетие, хобби плавания и сон. Любит мясо, водоросли, играть с дельфинами и ненавидит сирен. Кто сможет назвать его имя? Ну он похож на Инеда, но такого у Инеда не было вот этой чёлочки. Это мисс Анна, которая принесла нам подарочки. Колу мандаринки, Борису колбасу, мне мороженка, Алисе зеркальце, Асэмми новую сковородку и Сэднесу коробочку Рафаэла. Можно я заберу коробочку Рафаэла, мандаринки, мороженка? Ладно, зеркальце брать не буду. Это Сэднес, кривенький такой, немного косенький, но прекрасный. Здесь я тоже ничего не могу прочитать. Ребята, не пишите вот такие описания, потому что их не видно. Эту леди я бы назвал Сейлор Мун, но это не Сейлор Мун, это Сейсей Алиса. Она боевой ангел, любит сражаться. Работа охранять и воевать. Ну тут с ней всё понятно, да, я думаю? Алена 9 лет, имеет браслет с магией и силой. Санса влюблена в Платона Вербо. Если я правильно прочитал. И дальше Лили, деловая сторона. Олеси любит пончики, конфеты влюблена в Билла. Рост такой же, как у Ред. О, кто-то про Олесю вспомнил. Бенди Тейл, имя Сенси. Вещи Бенди Бластер и Кости плюс брат Кола. Всё, ещё один братец для Кола. Настенька, девушка Бенди, Капхеда, Санса, Фокси, сестра Алисы и Бориса. Королева фэндома лучшая. Нет, Настенька, ты ошибаешься, ты не лучшая. Мы нашли ещё более крутую. Она девушка всех, начиная там с 2000 года и заканчивая 2018. Она была подругой всех вышедших игр. И более того, она подружка даже Балди уже. Так что ты уже не крута, Настенька. Что ты тут ржёшь, мой друг? О, Кол, ты вернулся? Да, я вернулся. Более того, ты знаешь, мне очень повезло. Я иду такой по коридору жрать охота. Смотрю, кастрюля стоит. Открыла, там суп свеженький. Ну, я всё и слопал. Что, Кол, это был мой суп? Ты что, всё сожрал? Ну да, чё там той кастрюльки? Да там нормальная была кастрюлька. Ну, знаешь, я тоже не маленький мальчик, попал поварёшки кушать. Нет, я тебе этого никогда не прощу. Я со вчерашнего дня голодный хожу. Я этого супа ждал, как третьего пришествия. Ну, извини, братёнь, большой семье варежкой не щёлкают. Твою варежку явно надо зашить. Я пока полежу на твоей кровати. Ладно, уже лежи. Мой лорд, у нас, кажется, возникла новая проблема. Сэмми, какая ещё проблема? Мой суп сожрали, какая ещё может быть? Посмотрите, что я нашёл на дне кастрюли. Ну и что, это какой-то пузырёк? Мой лорд, он случайно упал в суп, когда тут Борис с лестницей проходил. Ну и что? Что это было? Это было моё зелье веселья. Что ещё за зелье веселья? Ну, вы мне всегда говорили, что я слишком грустный и должен быть повеселее. Вот я купил зелье веселья. Сэмми, где ты его купил? В местной лавке у волшебников, мой лорд. А, ну ничего страшного, но будет ему немного весело и пройдёт. Дай почитаю состав. Так, вода, спирт, мореху... 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 Сэмми, ты вообще читаешь состав того, что ты покупаешь? Тебя же за это посадят. Мой лорд, мне сказали, что оно натурально и безопасно. Ну, то, что оно натурально, это правильно тебе сказали, а то, что вот оно безопасно? И поскольку тебе сказали принимать это зелье? По паре капель. То есть ты хочешь сказать, что для веселья достаточно пары капель? Да, мой лорд. Сэмми, он же всю бутылку принял. Мой лорд, извините, но я не виноват. Чёрт, и через сколько оно будет действовать? Я думаю, у него осталось пять минут. Так, Сэмми, быстро беги за Сэндесом и тащите верёвку, сейчас мы его свяжем. Иначе будет весело не только ему, но и нам всем. А чё мы там шепчетесь? А, да ничего, новый рецепт супа обсуждаем. Ну, Сэмми, ты понял, где петрушку нарывать, да? Беги давай за петрушкой быстрее. Да, мой лорд, уже бегу. Кол, ну как вкусный суп был. Да, отличный был суп. Привкус какой-то немного странноватый. Наверное, Сэмми опять с приправами переборщил. А, ну а как ты себя чувствуешь? Отлично себя чувствую. Слава богу, у меня ещё есть пять минут. Так, ну а пока ещё ничего не произошло, я вам дальше буду рассказывать истории. Это история про маленькую девочку Нори, которая жила в одном дворе. Нори очень любила японский язык и приключения. И вот Нори выросла, и ей стало скучно в её дворе. Но не было у неё там никаких приключений. И она решила переехать в другой, более весёлый район. Ну, скажем так, поволшебней. И там Нори встретила банду гопорей. Банда приняла её к себе. И там Нори познакомилась с одним демоном, которого звали Бяка. Нори посмотрела на него и поняла, что он должен быть её другом. Она стала посмелее и предложила ему таки свою дружбу. Я не знаю, что ей ответил на это Бяка. Но я думаю, они могли бы стать отличными друзьями. Я вот даже вот видел, что они были уже вместе. Вот такая вот романтическая история. Кол, ну ты как там, в норме? Да в норме, я в норме, чё пристал? А, это хорошо, хорошо. Следующая история про весёлого демона по имени Айро, который подружился буквально со всеми. Он ввёл новости с Алисой. Он сидел на одном троне с Колом. Он воровал мои печенья. Он убегал от меня вместе с Тредом. Он катался вместе с Эдисом на американских горках. И, конечно же, вместе с Борисом доставал Сэмми. Так что познакомьтесь, наш новый братюня по имени Айро. Это семья нашей дорогой Екатерины, у которой семья просто необъятна. И объять её просто невозможно. Это одни из её детей, Оутер и Спайси. Оутер очень кровожатый. Он любит есть глаза. А вот Спайси была вроде добрая, но вот здесь вот Вероника её нарисовала с ножом. И причём нож, это её муж. Я не знаю, каким образом она женилась на ноже. Но даже, честно говоря, знать не хочу. В общем, вот такая у Екатерины интересная семья. Дьявол из Капхеда говорит, как насчёт печенья. И я кричу, да! Ты знаешь, дьявол, мне бы сейчас верёвка не помешала. Очень толстая. Вот, держи, говорит он. Он и дарит мне игрушку. Нет, мне нужна верёвка. Срочно, чтобы связать Кола. Кола, ну ты как там, в порядке? Да в порядке отвали, в конце концов! Так, значит, ещё времени настало. Этот молодой человек ищет пару. Почему-то, мне кажется, мы ему уже искали пару. Или мне, может, уже кажется... Слушай, хочешь вот ангела себе в пару? Прекрасный ангел, это Нурай. Бери её себе в пару. Я думаю, вы отлично будете смотреться вместе. Вы оба такие романтические. Это Митли куда-то падает, не знаю куда. Но надеюсь, он останется жив и цел, потому что ему ещё пятую главу делать. Это история про почта Бенди, которая говорит, имеешь право всё послать. Доставка товаров и посылок почтой. Я надеюсь, вы получили свою посылочку, говорит он. При этом идя и роняя просто всё из своего портфеля и письма, и, наверное, там же и посылки с Алиэкспресса. Но поскольку у почта Бенди, так же, как и у почта России, очень кривые руки, его посылочка, к сожалению, помялась. Но всё равно она дошла до своего адресата. Но, правда, не через две недели, а через два месяца. Но это ничего, зато она дошла, правильно? Сорян, говорит он, ничего страшного, мы всё понимаем. Везде работают одни рукожопы. Да-да-да, наша студия не исключение. И ты в том числе рукожоп. Опачки, кажется, начинается. Да-да, Кол, я рукожоп. Слышь, братёнь, зацени мои новые труселя. Э-э, Кол, ну отличные труселя. Что, эсё? Это идеальные труселя, такие же, как и я. Ну, конечно, идеальный, Кол, ты сиди-сиди, журнальчик почитай. Нет, что-то у меня какой-то прилив бодрости, мне надо действовать. Дай мне что-нибудь покритиковать. Ну, хорошо, вот, смотри, картинка. Вау, какие красотки, девчонки, можно с вами познакомиться. Правда, ноги вам надо немножечко подровнять, ну а в остальном вы ничего, красотки. Ну дай мне ещё что-нибудь, я чувствую в себе энергию. Э-э, я не знаю, что тебе дать, но вот-вот, на, пожалуйста. Вау, какой красавчик, это ты, Бенди? Нет, это не я. Ну как это не ты, это ты? Да нет, это не я, у меня волос таких нету. А, ну красавчик, красавчик. А, ещё что-нибудь есть? О, вот-вот, ты. Я, вот это я, нет, это не я, не может быть, у меня ровные стройные ноги. О, господи, где там Сэднес? А зачем тебе Сэднес? А, да нет, он мне петрушку обещал принести. Дай ещё кого-нибудь. Ой, на, держи вот его. Крэвид 20 лет любит кровь-одиночество от чистоту и не любит ровные линии. Ну ладно, о, а это что за красавец? Это Ютуб Энди. А, понятно, я с ним знаком. А это кто? Это просто смерть, он демон, страхов ему более, там, пяти тысяч лет. А он мне нравится. Ну это не удивительно, что тебе сейчас все нравятся. А это что за красотка? Это Сунтан, если я правильно имя прочитал. Ну, боевая такая. Да-да, боевая, а вот это её брат, он тоже боевой. Ммм, семейство боевых, это хорошо, не то, что у нас размазни одни. Э, ты кого-то размазнёй назвал? Ну тебя, конечно. Ну ладно, ладно, я размазня. Покажи ещё кого-нибудь. Э, вот, пожалуйста, самый мелкий художник на канале. Ну это видно, видно. А это что за чайка? Это как раз таки чайка. Отличная чайка, где цвет потеряла чайка? О, вот эта чайка получше. Да, эта чайка раскрасила. Молодец, чайка, уважаю. А эта чайка почему не раскрашена? Потому что это стиль такой, Кол, ты что не понимаешь? Ты критик вроде. Ну, в принципе, да, ты прав. Ну, ты всё накритиковался, может пойдёшь поспишь? Нет, у меня слишком много энергии, я не могу сейчас спать. О, господи, где там Сэднес? Да зачем тебе Сэднес, что ты к нему пристал? О, наконец-то Сэднес пришёл. Ну, а что тут у вас случилось? О, Сэднес, ты сегодня такой прям в штанах. Почему ты в штанах? Ну, захотел и одел штаны, тебе-то чего? Да нет, ничего, секси выглядишь. Давай обнимемся. Бенди, что это с ним? Да даже не спрашивай. Слушай, Сэднес, надо быстро обойти сзади и связать Кола. Только не задавай, пожалуйста, вопросов. И вы меня позвали для того, чтобы его связать? Сэднес, я тебя прошу, не задавай вопросов, просто вяжи. Ну ладно, как скажете. А, Сэднес, ты всё-таки решил со мной обняться, а ну иди обнимемся. Так, Кол, руки убрал? Ну, я же по-братски. Э, что ты делаешь? Ты меня верёвкой связываешь? Ты хочешь поиграть? Кол, да заткнись ты уже. О, ребят, вы сегодня такие классные. Давайте мы со всеми обнимемся. Нет, не буду я с тобой обниматься. О, боже мой, а это что там за чудовище в углу? Кол, это не чудовище, это просто котик. А почему у него глаз так много? Это тебе кажется, не обращай внимания. Почему мне кажется? Потому что тебе кажется. Вы от меня что-то скрываете. Сэднес, да хватит мне руки вязать. Так, не дёргайся, так надо. Ну ладно, братюнь, надо так надо. Господи, Сэмми, я тебя когда-нибудь убью и надену тебе на голову эту кастрюлю. Слушайте, ребят, ну давайте обнимемся всё-таки, а я вас всех обожаю. А, что-то у меня голова кружится. О, ну вот, слава богу, он сам вырубился. Сэднес, тащи его быстро к Грише, пусть он его откачивает, пусть ему капельницы какие-нибудь сделает. Верните мне колон обратно. А что вы с ним сделали? Сэмми с каким-то волшебным зельем уронил бутылек ему в суп, я даже говорить об этом не хочу. О, понятно. Хорошо ещё, что он сопротивляться не начал. Да, тут вам повезло. Ладно, Сэднес, тащи его. А на этой весёлой ноте наш выпуск подходит к концу, ребята. Я буду надеяться, что с Колом всё будет в порядке, он вернётся, и Сэмми больше не будет варить такой суп. Нет, мой лорд, я могу вообще суп не варить. Нет, ты лучше зелья всякие вообще не покупай. Хорошо, мой лорд, как скажете. Ну вот и замечательно, Сэмми, что ты меня понял. Ребятки, всем желаю удачи. И проверяйте суп, когда вы его кушаете. Всем до скорых встреч. Сэмми! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok